шалам друзья наш следующий персонаж авраам и так что мы знаем об этом человеке до того как он стал нашим праотцом вначале его звали авраам его имя авраам он получил значительно позже его отца звали терах а деда нахор маму звали амтыла аббат корнево они были семитами потомками шима и эвера точнее были армейцами по происхождению авраам родился в 1948 году сотворение адама он был десятым поколением после ноаха город в котором он родился назывался кута недалеко от ур каздим поэтому семью авраама часто называют халдеями или каздим есть пор среди мудрецов он родился весной в ниссане или осенью в тиши и соответственно по знаку заодиака он получается был либо овном либо весами он был третьим и младшим ребенком семье но это не точно него было точно то что у него было два брата нахор и аран в год рождения авраама его отец терах стал министром при первом императоре вавилона немроде за то что принимал самое активное участие в строительство вавилонской башни его имя обозначает отец поднялся или отец возвысился когда родился авраам астрологи предсказали царю немрода что новорожденный сын тераха затмит все его достижения все достижения царя императора и его империи немрод потребовал тут же отдать ребенка на казнь и назначил высокую цену за жизнь сына и пригрозил убить всех мужчин в его доме если он ослушается этого приказа отец попросил три дня на раздумье и за это время придумал подменить авраама дав на смерть вместо своего сына своего сына от другой женщины от служанки авраам атерах прятал в пещере где он пребывал до 10 лет или до 12 лет по еще одному мнению до 14 или даже до 15 лет первое время он был там с матерью из той самой служанкой которая заодно служила ему кормилицей именно там он пришел к мыслям о едином творце но он начал об этом думать с возраста трех лет потом ему пришлось самому учиться думать и говорить бог отправил специальных ангелов для его обучения когда авраама достали из пещеры он еще больше убедился в единстве творца пока авраам был пещере у его брата арана родились дети лод милка и сарай у сарай было еще одно имя иска по другому мнению иска это была мать сарай тогда авраам получается не дядя двоюродный дедушка сарай но это по другому мнению сарай родилась тогда когда решили вытащить авраама из пещеры то есть по основному мнению когда ему было 10 лет у них с братом араном была большая разница в целых 32 года авраам и сарай поженились когда им бы ему было 25 лет а ей было 15 их поженили так как оба были бесплодными об этом знали в семье после выхода из пещеры авраам ушел учиться в ноху и шему чтобы никто не узнал и не нашел его там там он провел много времени узнавая о боге мире и о семи заповедях потомков ноха терах был терах отец авраама был создателем продавцом идолов не просто мастером а создателем первых идолов из дерева и камня первые его идолы это были 12 символов знаков зодиака он старем первые приносили им жертвы и придумали приучать остальных следовать за ними пока не осталось человека который бы знал о боге кроме ноха его учеников 48 лет авраам окончательно убедился в творцы так как именно тогда рухнула вавилонская башня и начались глобальные катаклизмы тогда же произошло разделение человечества на народы языки а единая суша стала делиться на отдельные континенты в 50 лет авраам вышел из ешивы ноха и в 52 года уже начал активно проповедовать свои знания о боге людям авраам разбил в магазине отца всех идолов и после сказал отцу что они подрались сами когда отец сказал что они этого не могли сделать авраам спустил почему же тогда он ему служит если они ничего не могут после этого отец испугался и сам сдал сына немроду авраам к тому времени уже стал известным ученым астрономом астрономом и математиком по некоторым мнениям немрод посадил даже авраама в темницу за антиправительству и деятельность три года он просидел в своем городе кута и 7 лет в городе кардо всего 10 лет по прошествии времени до нем рода дошел слух о том что авраам продолжает проповедовать свои идеи в неволе и приобретает там множество сторонников по другим мнением истории с тюрьмой не было и его сразу отвели на казнь тогда когда авраама завели в огромную печь где выпекали кирпичи для вавилонской башни на казни присутствовали более 600 тысяч человек немроду так не терпелось покончить с бунтарем что он приказал поджечь печь сразу как только как только авраам очутиться в центре печи палачи не успели покинуть печь и сгорели в ней террах отец авраама выгораживая себя обвинил своего сына арана в том что авраам выжил за что аран был брошен в печь вслед за братом и погиб авраам три дня находился в печи а именно столько она не тухла когда огонь сошел авраам вышел и все правители прибежали кланяться к нему как новому божеству но авраам быстро остановил их правители подарили ему множество подарков в знак уважения двое слуг немрода принесли перешли на сторону авраама одного звали они а второго звали элиэзер второй элиэзер был сыном немрода и начальником стражи при нем и элиэзер он взял уже служа у авраама намного позже по другому мнению он был правителем дамаска а еще по одному мнению элиэзер это тот самый великан ок которого спас ноах с авраамом после этой истории ушло от немрода еще около 300 знатных слуг которые стали основой нового общества живущего по заповедям ноаха по некоторым мнениям это произошло в более ранний период жизни авраама по тем же мнением вам женился в насарай и на хор женился на мелке уже после смерти арана в таком случае проповедовать свои идеалы он стал также после истории с печью и через два года после событий но тоже примерно к пятидесяти двум годам тогда же ним роду приснился страшный сон после которого он решает все-таки тайно убить авраама элиэзер по своим каналам узнает об этом и прячет его в доз в доме ноха так авраам вернулся снова к новых у терах догадался куда спрятался авраам и решил навестить его и заодно попросить у него прощение за все после этого разговора авраам простил отца тогда терах посоветовал аврааму покинуть страну они решили отправиться в землю к наан но не дошли туда остановившись хоране со всей семьей в хоране авраама просит попросили остаться люди местные на жители и стать их судьей правителем он согласился и про правил там три года в пятьдесят пять лет он покинул пост и отправился в к наан так как было задумано ранее он отправлялся туда без семьи из под и своих сподвижников еще через три года авраам узнал о смерти ноха и пошел почтить его память авраам на тот момент было пятьдесят восемь лет когда аврааму было 60 правители к на она и особенно с дома амора подняли бунт против ним рода его вассалов на 6 на шестьдесят пятом году авраама при поддержке египта к на ней разгромили вавилонскую армию немрода и объявили о независимости тогда же авраам вернулся в хоран к родителям семье и ученикам и провел с ними еще пять лет до 7 75 года своей жизни всего возвращением к этому сообществу примкнуло еще семьдесят два местных жителя хорана на семьдесят пятом году как всем известной истории он получил свое первое пророчество первое испытание иди себе в землю которую я укажу тебе остальные факты мы знаем уже из торы и поговорим других интересных фактов жизни нашего праотца уже в следующих видео спасибо за внимание